Было сложно, интересно и даже весело. Такое впечатление осталось у Романа Шилина после четырех дней работы на форуме «Проектория». Участие в проекте стало для старшеклассника проверкой на прочность. Ребятам предлагалось решить задачи более высокого уровня, поэтому школьных знаний хватало не всегда. Работодатели представили задание, которое называлось «Кейс». Они приближены реальные или приближены к реальным задачам, которые решают корпорации, компании. И мы в сжатые сроки должны были их решить и в конце представить. Роман Шилин работал в кластере «Технология космоса». По итогам форума он получил сертификат на участие в профильной смене госкорпорации «Роскосмос» «Первая космическая в Артеке». Но главное, считает юноша, он получил уникальный опыт работы в команде. Пригодится опыт решения задач в крайние сроки, пригодится опыт взаимодействия с другими людьми, с незнакомыми, когда нужно собрать команду из незнакомых людей и быстро распределить и все начать решать. Кристина Кузнецова вместе с другими школьниками работала над проектом в Сарове. Задачу перед учениками поставили непростую – разработать транспортную систему для острова. Но благодаря слаженной и дружной работе команды, а также помощи кураторов, с заданием старшеклассники справились. Мы должны были разработать маршруты так, чтобы люди недолго ждали автобусы, чтобы это было минимально затрачиваемо по энергетике. Участие в профориентационном форуме очень важно для выпускников. Через несколько месяцев им нужно будет выбирать вуз и специальность. Поэтому попробовать свои силы в одной из профессий – это возможность в будущем сделать правильный выбор. Форум своей главной целью преследует выявить лидеров, выявить ребят и педагогов с активной личностной позицией и помочь профессионально определиться ребятам. То есть это форум самоопределения. На торжественной церемонии награждений по итогам работы форума профессиональной ориентации «Проектория» старшеклассникам и педагогам вручили благодарственные писма и памятные подарки. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok